Валера, Валера, спасай, я пришёл поплакаться тебе в жилетку, Валера. Какая жилетка? У меня рубашка, придурок. Мне по барабану куда поплакать, Валера. Валер, если бы Шекспир писал трагедию о моей жизни... Кто это? Я не знаю, Лёха мне рассказывал, он с ним знаком. Если бы он писал трагедию о моей жизни, Валера, он бы не дописал её, понимаешь? Спасибо, спасибо. Спасибо. Обрыдался бы рыданиями, Валера. Валера, смотри на меня сейчас. Вот сейчас важный момент, Валера. Смотри на меня. Валера, я здесь. Добрый день. Валера, у тебя выпить есть? В жилет. Почему я постоянно опаздываю, понимаешь? Говорил мне отец, говорил, а я его не слушал. Чего он тебе говорил? Не слушал я его, откуда я знаю, что он говорил? А я стою. А я стою его слушал. И? Он мне говорит так. Валера. Валера. Очень приятно, тёзки. Он говорит... Я люблю с тобой каждый раз знакомиться, Валер, честно. Он мне говорит так. Валера, если в школе ты будешь мешать пиво с водкой, то после школы ты обязательно будешь мешать песок с семьей. Зря ты его не слушал, Валера. Он оказался вправо. Вообще-то, знаешь, кого надо слушать, кого не... Я вот жену свою не слушаю. Вот недавно, после аванса... Осторожно. Край здесь. После аванса появляюсь дома. Ну, ребята меня приносят. И она... Мне что-то спросить, как ты что-то... Она говорит, где деньги? Понимаешь? Я говорю, Зося... Ты знаешь, Зося. Полное имя засада. Я говорю, Зося. Она... Где деньги? Я говорю, взрослая баба. Деньги в Центральном Казачестве России. И получаю физическое замечание в район головы. Невозможно, Валера. Мне кажется, что у меня моя жена, жена, меня измеряет. Мне, моя жена. А кто на неё позарится этим? Чего тут? Нет смысла, на чём основаны подозрения? Ну, мы были в Талазии, так, отдыхали. Снимали бунгалу. Кого снимали? Бунгалу, избушка такая. Месяц к нам ходил сантехник. Карантёк. Таиландцы, там всё эти ещё, там дожди. Мы уже месяц как вернулись, а сантехник всё тот же приходит. А что ты хотел, Валера? К нам недавно пришли гости. И я возьми, да и ляпни, говорю... Сантехники? Ну, в общем, творческая интеллигенция. Так. И я возьми, да и ляпни, говорю, а не пропустили нам по стаканчику? Зря ты этого сказал. Согласен. Жена говорит, тебя за язык никто не тянул, вот ты и пропусти. Весь вечер сидел наказанный. Я когда... Как-то со своей сидел. Ты так не торопись, ты помедленнее говори. Чё ты так гонишь куда? Мы же не спешим никуда. Мы отдыхаем всё. Выходной всё-таки, понедельник. Я как-то говорю... Подожди, здесь кто-то третий. Это я так сделал. Я ему говорю, мы женаты, с тобой уже здорово. Ты можешь мне сказать, были ли у тебя мужчины за меня? Острый вопрос. Она говорит, да. Да кто на неё позаривается? Чего? Нет, я имею в виду, и кто был? Я говорю, такой... А сколько? А она мне говорит, семь. Да получается, ты седьмой. Я четвёртый. Давай с горя выпьем, Валер. Я уже пятый час... Я не пью. Давно? Сорок две минуты. А ты педаль, Валерий. Меня, Валерий, мне врасплох не застать. Вот любой вопрос задаю, я тебя сейчас отвечу просто по всем пунктам. Население Кампучии до 2000 года. Пять миллионов семьсот двадцать семь тысяч триста двадцать три человека, включая детей. Докажи. Пересчитай, если не веришь. Так ты мне нальёшь? Нет, да. Чего я сижу? Да, нет. Я не пью. Валера, ты знаешь, я сейчас уже просто по делу тебя спрошу. Ребята спрашивали, интересуются просто. А чё ты с нами в баню перестал ходить? Секреты какие-то или что? Я в тату-салон пришёл. Говорю, ребята, сделайте мне на коку танк. На всю спину. А они сделали. Говорят, готово, товарищ. Я говорю, а что там быстро? Они говорят, а что там накалывать? Четыре буквы. Ну, я думаю, жена порадовалась, когда ты пришёл? Да, да. Конечно. Ты модный пацан, модный. А у меня была недавно ситуация, моя себя ведёт по-другому. Я недавно возвращаюсь после зарплаты, на двенадцатый день. Ну, где ты был? Я говорю, двенадцатый дней лежал под капельницей. Да ладно? Да. Да ладно. В железнодорожном депо обнаружилась ничейная цистерна спирта. И кто-то снизу там проделал маленькую дырочку. И она две недели. Кап, кап. Кто под этой капельницей только нельзя? Валера, накапай мне хоть сколько-то, Валера. Если твой танк, твоя приура на ходу, давай съездим. Это невозможно. Шарганишники везде стоят. Это вчера меня хлопнул, подошёл к машине. Смотрит, в машине тоже гаишник. Честь отдал и ушёл. Хорошо, правильное слово. Валера, честно, я вообще не понял. У меня в приуре стёкла зеркальные. У меня знакомый поехал по делам на Дальний Восток. Никакой на Дальний Восток. Просто на Восток. А Восток дело толка. И видел, как на дороге мужчина палкой избивал лышака. Кошмар. Греписали на ней. Вот именно. И, во-первых, подходит гаишник и говорит, нельзя так себя вести с вашим транспортным средством? Конечно, нельзя. Говорит, ещё раз увижу, накажу по всем пунктам. По всем пунктам накажу. Я наказал его. Да. А мужик к кишаку наклоняется и говорит, что ты не сказал, что у тебя брат в ГИБДД работает? Валера, я это не понял. У меня что, к тебе была холостая ходка? Ты мне что, так и не наёшь, Валера? Я так и уйду? Валера, ты застал. Я твою жену сейчас понимаю. Слушай, и ты застал. Молодец, Валерка. Как я тебя люблю, Валера. Если бы ты... Радуешься. Валера. Это я не понял, часть. Валер. А понимаю, это лимонад. Лимонад? Лимонад. В связи с чем, Валера? В связи с началом здорового образа жизни. Поздравляю с началом. Спасибо. Здорового образа жизни. Ты сказал, я начал. Друзья. Друзья. За здоровый образ жизни. За здоровый образ жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ